Привет, друзья! Вы находитесь на канале English Так Просто. И сегодня мы с вами будем заниматься практикой. Мы переведем небольшой текст с русского языка на английский. Наш текст называется Susan's Lucky Day. Счастливый день, Сюзан. Давайте посмотрим на русский текст, чтобы оценить его объем. Мы будем переводить с вами постепенно. Предложение за предложением. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в конце вы получите классный бонус. И также в конце у вас будет возможность прослушать этот текст целиком, озвученный англоговорящим диктором. И прежде чем мы с вами начнем переводить текст, я приглашаю вас на занятия со мной по скайпу английским языком. Вы можете записаться как на индивидуальные занятия, так и на групповые занятия. Я оставлю для вас ссылочку в описании под этим видео, по которой вы можете связаться со мной. У меня есть очень много интересных программ, включая английский клуб и английский по фильмам. Также обязательно заходите на мой сайт prostokursy.ru Там вы найдете авторские материалы для самостоятельного изучения английского языка, включая видео и аудиокурсы, книги и пакеты материалов. Также там вы найдете бесплатные материалы. И на моем сайте есть кнопочка, по которой вы также можете записаться на занятия английским языком со мной. Я получу ваше сообщение и отвечу вам. Так что ссылка на мой сайт также будет в описании под этим видео. Ну а теперь давайте начнем переводить текст. Вчера у Сюзан был счастливый день. Начинаем переводить. Она проспала и думала, что опоздает на автобус. Но автобус тоже опоздал, поэтому Сюзан успела на него как раз вовремя. Обратите внимание на выражение как раз вовремя. Итак, у нас получился маленький кусочек, первый маленький кусочек. Давайте его еще раз прочитаем. Ну а мы с вами продолжаем переводить. В результате она опоздала на важное собрание. Но в тот день несколько ее коллег взяли больничный и собрание было отменено. Обратите внимание на времена. Здесь мы использовали время past perfect или предпрошедшее. Это означает, что одно действие произошло раньше, чем другое действие в прошлом. То есть сначала коллеги позвонили и сказали о своем больничном, а уже после этого собрание было отменено. Также обратите внимание на использование passive voice, с пассивной конструкции. Собрание было отменено, оно не само себя отменило. Поэтому мы используем past simple passive. Еще раз прочитаем этот маленький отрывок. Сюзан оставила свой кошелек дома и у нее не было наличных на обед. Сюзан had left her wallet at home and didn't have any cash for lunch. Снова обратите внимание, что мы используем past perfect, потому что сначала она оставила кошелек дома, а уже потом обнаружила это и, соответственно, у нее не было денег, чтобы купить себе поесть. Давайте посмотрим дальше. Но у ее подруги был купон на два ланча за один, так что она получила обед бесплатно. Переводим. Давайте прочитаем еще раз, что у нас получилось. Сюзан had left her wallet at home and didn't have any cash for lunch. But her friend had a two-for-one lunch coupon. So she got a free meal. После работы Сюзан пошла в парк и увидела под скамейкой зеленый листок бумаги. Она подняла его. И это была 50-долларовая купюра. It was a 50-dollar bill. Прочитаем еще раз то, что у нас получилось. After work, Сюзан went to the park and saw a green piece of paper under the park bench. She picked it up. It was a 50-dollar bill. Поблизости никого не было, только несколько птиц и белок. Сюзан подумала, что такой хороший день надо было отпраздновать. Прочитаем еще раз то, что у нас с вами получилось. Она пошла в винный магазин, чтобы купить бутылку шампанского. Стоя в очереди, она увидела женщину, покупавшую лотерейные билеты. Еще раз прочитаем. Внезапно ее осенила идея. Если это был ее счастливый день, у нее был отличный шанс сорвать джекпот. Итак, Сюзан купила пять лотерейных билетов и помчалась домой, чтобы проверить, была ли ее интуиция права. Итак, прочитаем еще раз финальную часть, финальный отрывок нашего текста. Итак, друзья, мы с вами наконец-то перелили весь текст. Вы можете увидеть его на экране. И теперь давайте послушаем, как этот текст читает диктор. Her friend had a two-for-one lunch coupon, so she got a free meal. After work, Сюзан went to the park and saw a green piece of paper under the park bench. She picked it up. It was a $50 bill. Сюзан looked around. Where did the money come from? There was no one nearby. Only some birds and squirrels. Сюзан thought that such a good day called for a celebration. She went to the liquor store to buy a bottle of champagne. Standing in a line, she saw a woman buying some lottery tickets. An idea suddenly struck her. If it was her lucky day, she had a great chance of hitting the jackpot. So Сюзан bought five lottery tickets and rushed home to find out if her gut was right. Итак, друзья, вы послушали текст, и я рассказываю вам про бонус, как и обещала. Я сделаю для вас словарь к этому уроку с картинками, и вы можете скачать его совершенно бесплатно по ссылке, которую я оставлю для вас в описании под этим видео. Еще раз напоминаю, что вы можете записаться на занятия со мной по скайпу, как на индивидуальные, так и на групповые. Все ссылочки в описании. И заходите на мой сайт просто-курсы.ру. Там вы найдете классные материалы для изучения английского самостоятельно, а также бесплатные материалы. И там тоже есть кнопочка для того, чтобы записаться на занятия со мной. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк. И напишите в комментариях, понравился ли вам подобный формат. Делать ли мне еще видео на мой канал, где мы будем разбирать с вами такие тексты. Итак, друзья, на сегодня это все. Вы все огромные молодцы. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые ролики. И до новых встреч. Всем пока!